Всем привет! Меня зовут Саша, и последний месяц мы с друзьями в Backspace и Backspace занимались программированием шейдеров. Я сегодня расскажу, что такое шейдеры, почему мне это интересно, и рассмотрю, как их можно использовать для создания самоорганизующихся систем. Так вот, шейдер! Шейдер! Шейдер — это маленькая программа, которая выполняется на ГТУ. И если, скажем, у вас разрешение экрана 1080 на 1920, каждый кадр выполняется 2 миллиона таких программ. Да, фрагментные шейдеры, которые мы сегодня будем рассматривать, делают ровно одну простую вещь. Они принимают на вход свою координату и возвращают цвет пикселя. Четыре значения — RGB и прозрачность. Но обычная прозрачность не используется в программах для генеративной графики и всегда равна единице. Чем мне интересны шейдеры? Они трансформируют сознание в том смысле, что они заставляют тебя думать не в терминах всей системы. Как мне нарисовать круг? Почему мне не вызвать функцию круг? А в терминах одного агента среди множества таких же агентов, которые параллельно выполняют одну программу. И как мне нарисовать круг в таком случае? Мне нужно, зная свои координаты, посмотреть расстояние до точки. И если оно больше радиуса круга, то вернуть один цвет. Если меньше, то другой. Шейдеры программируются на языке GLSL, который поддерживается на огромном количестве платформ и в том числе в вебе. Сегодняшние примеры будут на WebGL. Знать GLSL очень полезно всем, кто занимается либо визуализацией данных, либо обработкой каких-нибудь больших объемов информации параллельно. Сегодня я рассмотрю следующий пример самоорганизующей системы на языке GLSL. Этот пример это reaction diffusion. Вот я только что играл с интерактивной демкой, а сейчас мы видим атлас параметров этой системы. Что такое reaction diffusion? Reaction diffusion – это очень простая система, предложенная еще Тюрингом, когда он пробовал построить химическую модель развития организмов. То есть как клетки сообща принимают решения, например, как раскрасить зебру, как раскрасить зебру полосками. И у клеток, естественно, каждая клетка не знает всей картины. Она общается только со своими соседями. И как, общаясь с соседями, можно строить глобальные паттерны. Вот этим вопросом задается Тюринг и огромная линия исследований, идущая от этой статьи Chemical Basis of Morphogenesis. И в модели Тюринга это происходит довольно просто. Он рассматривает простейшую систему с двумя веществами. Вещество А и вещество Б. И вещество А пребывает и превращается в вещество Б, которое, в свою очередь, убывает с определенным рейтом. Обобщив… Сейчас я хочу показать одно единственное уравнение. Больше уравнений в этом докладе не будет. Но обобщив вот эту вот идею с… Идею Тюринга с reaction diffusion, можно получить вот такое уравнение в частных производных, которое гласит, что следующее изменение состояния системы – это некая функция от его текущего состояния, от градиента этого состояния и от лаплосиана этого состояния. Да, где градиент – это скорость изменения, скорость изменения состояния, а лаплосиан – это насколько клетка отличается от своих соседей. Да, это более общая формула, предложенная Александром Мардвинцевым в статье про нейроклеточные автоматы. Вот я привел ссылку на эту статью, и тут тоже есть демка на WebGL с еще более сложными паттернами. Обязательно рекомендую к прочтению эту статью, если интересуетесь темой самоорганизующихся систем. Да, но как нам решить такое уравнение с помощью компьютера? Как нам описать такую систему с помощью программы? Здесь нам на помощь приходят клеточные автоматы. Что такое клеточные автоматы? Это такая модель вычислений. Простейшим клеточным автоматом можно считать игру жизнь конвея, которая, наверное, многим знакома. Здесь в каждом шаге клетка получает состояние своих соседей, и если у нее меньше двух или больше трех соседей, то она умирает. Если у нее два или три соседа, то она продолжает жить. А если у клетки ровно три соседа, то она оживает. И такие простые правила порождают очень сложную динамику с объектами, которые перемещаются и существуют продолжительное время. Также я видел исследование про то, что на этих простых правилах можно программировать. То есть игра жизнь — это тюринг полная система, и на ней можно смоделировать, например, игру жизнь. Почему я рассказываю про клеточные автоматы? Потому что дифференциальные уравнения решаются численными методами с помощью дискретизации. Что это значит? Это значит, что мы разбиваем наше пространство состояний на какой-то шаг по пространству и по времени. Фиксированный шаг по пространству и по времени, и мы получаем клеточный автомат. Да, и в таком случае градиент состояния превращается вот в такой сверточный фильтр, в два сверточных фильтра, которые показывают изменение состояния по одной оси и по другой оси, а лапласиан превращается в сверточный фильтр, который показывает отличие текущей клетки от ее непосредственных соседей. Что такое свертка? Мы берем для клетки, которая в центре свертки. Мы берем состояние ее соседей, умножаем на соответствующий коэффициент и это все складываем. Мы получаем одну чиселку на выходе. Вот, соответственно, из этих трех сверток у нас получатся три чиселки. Да. Вот, ну... Теперь я попробую реализовать эту систему reaction diffusion на языке GLSL в среде the force. Спасибо. 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 Мне кажется, у меня ссылка битая с нерабочим the force. Вот, и я загрузил рабочий the force и загрузил ссылку. Да. Да, как я уже говорил, фрагментный шейдер возвращает четыре циферки свой цвет. Вот, и начнем мы с... Ну, нам нужно как-то задавать начальные параметры для нашей симуляции. Вот, это можно делать, например, инициализируя случайным шумом на первом фрейме и подавая результаты его обработки на следующий фрейм. Я сделал немного по-другому. Я вокруг мышки какое-то пространство раскрашиваю либо одним веществом, либо другим. И таким образом я модифицирую в каждый момент времени всю систему, тем самым подавая ей информацию для обработки. Вот. Для моделирования динамических систем нам также необходимо иметь доступ к предыдущему состоянию. В the force это делается с помощью встроенного буфера backbuffer, где хранится результат рендера прошлого фрейма. И добавляя к получившемуся цвету результат чтения backbuffer мы можем получить... Ну, наш кружок, след от него остается на экране. Это значит, что мы имеем доступ к предыдущему состоянию системы и можем на основе предыдущего состояния вычислять следующее. Давайте попробуем это сделать. Так. Что мы делаем здесь? Мы реализуем вот эти свертки. фильтр Собеля по иксу и по игреку и фильтр и лапласиан. И как мы применяем фильтр? Мы итерируем по ближайшим соседям каждого пикселя. Читаем состояние, ну, читаем его соседа из предыдущего фрейма. И применяем к нему заданный фильтр. Где фильтр в данном случае это либо лапласиан, либо собель. И мы можем видеть, что наша система обрела некий такой природный вид, так как данные фильтры, они усредняют значение, и вещество начинает расплываться и перемешиваться. Лапласиана и градиентов. Функция от состояния лапласиана и градиентов может быть любой. Здесь мы еще до нее не дошли, мы просто… Да, давай я покажу. Как раз следующий шаг – это та самая функция от состояния лапласиана и градиентов. Вот. И у тюринга она выглядит… Она выглядит следующим образом. Ну, во-первых, мы задаем… Ладно, про параметры потом. Да, функция выглядит следующим образом. Мы лапласиан умножаем на концентрацию вещества А на квадрат В. Это означает, что из двух В и одного А получается третий В. Соответственно, из вещества А мы это число вычитаем, а к числу В мы это прибавляем. Также вещество А у нас прибывает с заданным рейтом, а вещество В у нас убывает с заданным рейтом. У тюринга нет профильтры Собеля, но они, в общем, не мешают, и я их тут тоже добавил. Также я привязал значение подачи вещества и убывания вещества к координатам шарика. Таким образом, мы можем исследовать пространство параметров с помощью перемещения мышки и можем находить прикольные области, где все переходит в какой-то странный глич и бежит из симуляции или просто где разные натуральные паттерны возникают. И это, пожалуй, самое прикольное об этих симуляциях, что они дифференцируемы. То есть при плавном изменении параметров плавно меняется выход. Это значит, что мы можем вот так вот вручную искать, а можем, например, прикрутить какой-нибудь оптимизатор, задать ему функцию ошибки и вычислять заданные параметры градиентным спуском. Чем и занимается статья Александра Мардвинцева, которая меня вдохновила на изучение этой темы. На этом мой доклад завершен. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...